Рекс родился в Содоспринксе, в Айдахо, в семье фермера. Кроме него в семье было трое детей. Он учился в Государственном финансовом университете в Аризоне и закончил его с наилучшими отметками. Рекс начал свою успешную карьеру в корпорации ДЛВ, где занимал должность вице-президента по вопросам недвижимости, менеджмента и курорта. Один из друзей Рекса однажды рассказал ему о сетевом маркетинге и о компании, занимающейся геотическими продуктами. Он узнал, что MLM – это бизнес, который позволяет обычным людям построить свой собственный стабильный и успешный бизнес. Только одна вещь беспокоила его – это то, что большинство денег получает только несколько людей, находящихся на самой верхушке. И Рекс решил, что есть способ, чтобы любой человек, который хочет работать и достойчив, получал заработанные деньги и осуществлял все свои мечты. Рекс решил создать такой маркетинговый план и такую компанию, где каждый целеустремленный человек, который работает, получал бы деньги за свою работу, честно. Он ушел из ДЛВ-корпорации и создал компанию Forever Living Products в штате Аризона. Рекс знал, что построение успешной компании должно начинаться с выбора правильных принципов работы. Основной принцип успешного маркетингового плана – это сбалансированная компенсация за работу каждого дистрибьютора, чтобы каждый человек на любом уровне захотел работать для того, чтобы осуществить все свои мечты. Рекс создал компанию, которая обещает полную открытость и независимость каждому дистрибьютору и, кроме того, такую компанию, которая каждый месяц до 15-го числа выплачивает дистрибьюторам все их заработанные деньги. И Рекс все эти годы уже 25 лет выполняет свое обещание. Относительно продукта, основным принципом был поиск такого продукта, который можно производить, выращивать и перерабатывать без помощи посредников, то есть контролировать весь процесс с начала и до конца. В середине 70-х Рекс узнал о замечательных свойствах алоэ вера. Он узнал, что в этом растении содержится более 250 различных питательных веществ, необходимых для здоровья любого человека. И Рекс решил, что мир должен узнать все об этом чудесном растении. Он решил, что этот продукт прекрасно подходит к созданному маркетинговому плану. Его мечтой была возможность для каждого дистрибьютора стать богатым и здоровым, построив при этом свой собственный успешный бизнес. И его мечта начала осуществляться. 13 мая 1978 года компания Faroe Riven Products открыла свои двери, имея в ассортименте только три продукта – сок алоэ вера, желе и лосьон алоэ. Сейчас пищевые добавки составляют более половины ассортимента компании. За первый год работы компании продажи составили около 1 миллиона. За второй год оборот молодой компании вырос до 9 миллионов. И к концу 1981 года компания продавала продукции на миллион каждый день. Это значительное достижение явилось подтверждением успешного выбора Рекса. Продукт был настолько хорошим, что его потребление постоянно росло. И появилась проблема для персонала компании. Они подсчитывали объемы продаж, покупок и бонусов просто с помощью ручек и калькуляторов. Рекс никогда не забывал про свое обещание выплачивать всем дистрибьюторам каждый месяц до 15-го числа все их заработанные деньги. Для того, чтобы перевести свою растущую компанию на новый уровень, Рекс начал внедрять три новые стратегии. Первая из них, Рекс потратил миллионы долларов для выращивания, стабилизации и переработки своего собственного продукта. Он купил плантацию Алоэ в стадии Техас. После чего он приобрел завод Алоэ Вероф Америка. Очень успешный завод, где были правильные принципы работы. Одним из главных принципов была вертикальная интеграция. Это позволяло контролировать весь процесс от растения к продукту и к вам. Вторая стратегия – это создание удобной, надежной системы выплаты бонусов. Эта система стала первой в истории сетевого маркетинга. Рекс потратил миллионы долларов на оборудование и разработку программы, необходимые для подсчета объемов и заработанных бонусов каждого дистрибьютора. На разработку и внедрение такого оборудования у Рекса ушло 3 года. Третья стратегия – расширение компании, то есть мировых рынков. Открытие офисов в других странах. После внедрения компании в Канаде и по всей территории США, компания открыла свои представительства в Малайзии, в Японии, в Австралии. Это дало огромный рост продаж и стало новой ступенькой развития компании. Ассортимент продукции начал увеличиваться. Кроме того, компания начала поиск и размещение инвестиций для того, чтобы не зависеть от подъемов и спадов индексов на бирже на Уолл-стрит. Рекс начал создание курортов. И в 1981 году был создан первый курорт. Создание курортов дало много различных преимуществ компании ФЛП и ее дистрибьюторам. Фореверские курорты – это прекрасный стиль жизни для всех независимых дистрибьюторов, которые хотят увидеть что-то новое и хорошо отдохнуть. Бизнес Форевер позволяет людям зарабатывать хорошие деньги, а курорты Форевер – весело, активно и в свое удовольствие проводить отпуск. Когда в 1984 году продажи компании достигли 100 миллионов долларов, ассортимент продукции продолжал увеличиваться. Компания Форевер Ливен Продокс начала совместную работу с заводом медопродуктов Робсона в Финиксе. В компании появились такие замечательные продукты, как пыльца, прополис, маточное молочко и мед. Вскоре была разработана целая линия замечательных пищевых добавок. Потом уникальный косметический набор по уходу за кожей Флёр Деживан и, наконец, многоцелевое моющее средство МПД. С увеличением ассортимента продукции и распространением компании по всему миру, ФЛП заняла весомое место в индустрии продуктов для красоты и здоровья. ФЛП – это компания, которая начала производство и распространение продукции из алоэ вера в маленьком городе и принесла этот продукт в разные страны по всему миру.